Память можно увековечить по-разному. Можно воздвигнуть монумент или, как решили пять лет назад российские общественники и экологи, высаживать деревья. Акцию назвали «Лес Победы» и с тех пор этот лес растет по всей стране. В Алтайском крае он прирастает по нескольку гектаров в год, в частности здесь, в Бобровском лесничестве. Эти саженцы, например, появились на краю старого леса ровно год назад. Сегодня при поддержке Краевого Министерства природных ресурсов участники акции превратили в молодой лес еще один гектар земли. По замыслу организаторов, всего по стране в рамках акции должно появиться 27 миллионов саженцев по числу воинов, погибших во время Великой Отечественной. У меня есть дедушка, который погиб в войне. Это Куликов Алексей Гаврилович. Будем считать, что это данное дерево посажено в честь него. Итак, утром боем, как учили лесники, и доливаем воду. Через год, как нам пообещали, эта сосна, если все с ней будет хорошо, вырастет примерно на 10 сантиметров. Через 10 лет примерно на метр. Через 20 на 2 метра. То есть это уже к тому времени будет полноценный сложившийся лес Победы. Впрочем, этот зеленый гектар не единственный победный лес в крае. Традиционно в ближайшие дни в рамках акции появятся новые посадки на горельниках, безлесных участках, а также в скверах и парках. Пелья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.